В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в стойзал Сущепотева. Здравствуйте! Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкортостане по состоянию на 7 сентября достигло 8 тысяч человек. За сутки в республике подтвердили 30 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Башкортостан Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании. Его глава региона Радихабиров провел в понедельник 7 сентября. Максим Забелин также сообщил, что 1 сентября Башкортостан получит 516 тысяч доз вакцины от гриппа. Прививки сделали уже 9 тысяч человек. 7 сентября стартует вакцинация детей. 8 малых городов и сел республики получат гранты на благоустройство по итогам очередного этапа Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды» 2020 года. Напомним, Башкортостан уже выигрывал гранты на благоустройство малых городов и исторических поселений в предыдущих этапах конкурса. В 2019 году победителем стал в том числе и Янаул. С сентября в Башкортостане начнут действовать новые тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил министр природопользования и экологии региона Урал Искандаров. По его словам, экономически обоснованные ставки позволят региональным операторам приступить к строительству мусоросортировочных комплексов, объектах переработки и утилизации отходов. Справедливым решением здесь должна стать оплата за фактически вывезенные объемы. Аграрии республики намолотили более 3 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность составила 22,6 центнеров с гектаров. Она превышает прошлогодние показатели более чем на 10%. Об этом доложил министр сельского хозяйства республики Ильшат Файзрахманов. По данным на 7 сентября сельхозработники убрали посевы на 1,5 миллиона гектаров. Это более 80% площадей. В Башкортостане в рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай» в 2019-2020 годах открыты 65 школьных стоматологических кабинетов. Глава региона дал поручение продолжить открывать новые стоматологические кабинеты в школах в населенных пунктах с количеством жителей от 500 до 700 человек. Также глава Башкортостана обратил внимание на работу школьных столовых и обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов. Министр образования и науки Республики Башкортостан Эбулат Хажин пояснил, что все школьные столовые работают в штатном режиме по единому меню, утвержденному в соответствии со всеми санитарными нормами. Все жалобы проверяют. Глава Башкортостана поручил активнее привлекать к проверкам школьных столовых представителей родительских комитетов. 25 тысяч саженцев деревьев планируют высадить в сентябре в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия». Акция пройдет 19 и 26 сентября с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Предполагается, что в ней примут участие 90 тысяч человек по всей республике. В этом году акцию «Зеленая Башкирия» совместят со Всероссийским экологическим субботником «Зеленая Россия». Ради Хабиров предложил принять участие в акции «Зеленая Башкирия» членам правительства Республики Башкортостан, руководителям республиканских органов власти, главам муниципалитетов, депутатам. На совещании при главе администрации Янаульского района был рассмотрен вопрос подготовки к проведению выборов в представительные органы местного самоуправления муниципального района Янаульский район. С докладом выступил председатель территориальной избирательной комиссии муниципального района Янаульский район Артур Калимулин. Тема дорог в нашем районе по-прежнему актуальна. В Янауле 160 километров дорог, из них асфальтированных 40%. Немалая часть дорожного полотна требует ремонта. Долгое время для жителей улицы Фронзе выбраться в центр города было проблематично. В настоящее время обслуживающая организация Янаул благоустройства завершила ремонтные работы, проблемные участки обсыпаны гравием. Нами организована работа по завозу дорожного гравия и профилированной дороги. Всего завезено 160 кубов дорожного гравия и произведено профилирование. На сегодняшний день дорожное полотно данной дороги находится в хорошем состоянии. Но для того, чтобы данная дорога сохранилась, необходимо выполнить ряд мероприятий жителям данной улицы. То есть прокопать канавы, очистить и положить соответствующий диаметром трубы. Эта норма требований прописана в правилах благоустройства и санитарного содержания территории города. А также хочу призвать всех жителей нашей Янаула своевременно очищать канавы и устанавливать соответствующие диаметры водопропускные трубы. Данная дорога пришла не в годность из-за того, что проводили газопровод и подключали жителям воду. После того, как данные работы были сделаны, соответственно, мы сделали ремонт дороги. Проект «Радуга жизни», разработанный местным отделением региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» по Инаульскому району, стал победителем конкурса фонда президентских грантов на сумму 369 тысяч рублей. 5 сентября во Дворце молодежи прошла первая встреча организаторов детей и их родителей. Подробности далее в сюжете. В доме пионеров и школьников ребята увлеченно занимаются в различных объединениях, участвуют в конкурсах, занимают призовые места. В августе дистанционно прошел региональный этап Всероссийской конференции юных техников и изобретателей. Участие в нем приняли воспитанники объединения «Юный исследователь». Праздник начался с вручением памятных призов и дипломов победителей. Затем детей разделили на три творческие группы для проведения занятий художественной направленности – вокал, театральное искусство и декоративно-прикладное творчество. Педагоги с детьми провели интересные мастер-классы, а затем каждая группа показала свои навыки. Докладание они оставили разнодушным человеком в шляпе с усами, который, к счастью, оказался не простым человеком, а детективом. Он подошел к девочке и расспросил о случившемся. Девочка со стризами на глазах ему все рассказала. Он внимательно выслушал ее и тут же отправился на поиски потерявшегося котенка. Данный проект рассчитан на полгода. На протяжении всего времени с ребятами будут работать педагоги Дома пионеров и школьников и Наурской коррекционной школы-интернат. В процессе обучения дети смогут попробовать все виды деятельности и выбрать себе занятия по душе. Завершением проекта станет большой фестиваль, где дети с ограниченными возможностями здоровья при поддержке волонтеров продемонстрируют все свои таланты и успехи и подведут итоги обучения. Участвуя в проекте, дети занимаются различными видами декоративно-прикладного творчества, вокальным искусством, театральной деятельностью. И план составлен таким образом, дети могут попробовать себя в той или иной деятельности. Занимаясь, например, выбирая декоративно-прикладную творчество, через некоторое время, определенное время, они переходят на вокальное искусство или на театральное. Таким образом, они, я думаю, найдут занятие по своим способностям и по душе. Проект направлен на развитие творческих способностей детей. Педагоги верят, что он поможет ребятам преодолеть страхи и сомнения, стать более уверенными и определиться с выбором профессии. Я хожу в Дом пионеров и школьников два года. Я хожу на кружок «Юный исследователь». Я получила в этом году грамоту. Я рассказывала проект о ферме. Мой ребенок посещает этот кружок «Юный исследователь» целый год уже. У нас руководитель Рина Рамусовна Канифова. Ему очень нравится. Он делал работу про новую инфекцию, про COVID-19. С этой работой выступил и получил благодарность. Ему нравится, да, ему интересно. Ему нравится все изучать, все новое. Очень любопытный ребенок. Поэтому и пошел в этот кружок. А в гости к детям пришли сказочные герои и клоуны. Они пообщались и поиграли с малышами. Заглянула на огонек и любимица детворы мультяша. Она устроила волшебное шоу из мыльных пузырей. Сегодня провели шоу мыльных пузырей. Дети мыльных пузырей очень сильно любят. Обычно с возраста, уже, наверное, с рождения. Дети очень любят, потому что создается такая атмосфера. Дети никогда не могут усидеть на месте, потому что это все красиво. Им хочется лопнуть, им побыстрее, кто впереди. Также, когда я погружаю в человека мыльный пузырь большой, детки обычно любят загадывать желания. Обычно потом они даже говорят на праздниках, «О, ты меня сбылось, оно я загадала». Очень большой восторг у детей от дымовых пузырей, потому что это уже как волшебство, когда пузырь взлетает, и потом он лопается, и образуется такой дым. Детки прямо визжат, даже сейчас видели. Именно от этого у них был большой восторг. В завершении мероприятия организаторы устроили флешмоб и поиграли с детворой. Тем временем родители смогли посетить полезные тренинги и пообщаться с педагогами. Ежегодная акция «Приведи ребенка в мир творчества и спорта» состоится в нашем районе 9 сентября. Однако на этот раз она пройдет не совсем обычно. Презентации кружков и секции пройдут в учреждениях, где будут организованы занятия. День открытых дверей начнется в 9 утра и продлится до 19 часов. По линии МКДЦ дети могут записаться в кружки по адресу Азина 23. По линии станции юных техников детей будут ждать по Худайберни на дом 28. По линии Дома пионеров и Дворца молодежи ребята могут записаться в здание Дворца молодежи. Педагоги учреждений дополнительного образования все подготовлены, ждут детей. По линии ФОК дети тоже могут записаться у себя. Это по Худайберни 2. Педагоги подготовили для детей небольшие мастер-классы. Конечно же, подробную информацию еще можно получить на сайте образовательных учреждений, ВКонтакте. Там, конечно, указано направление, какие направления имеются. Возрастная категория информации имеется. Поэтому всех ребят ждем. 9 сентября все двери для вас, ребята, открыты. Надеемся, что все ребята подойдут, запишутся в кружки и в течение учебного года прославят наш район, будут занимать призовые места в республиканских, всероссийских конкурсах. В последнее время одним из наиболее распространенных видов преступления становится мошенничество. Злоумышленники, пользуясь доверчивостью жителей, снимают с электронных счетов миллионы рублей. Зачастую на удочку мошенников и на улице попадаются во время, казалось бы, обычного телефонного разговора. Звонят на сотовый телефон граждан, представляют сотрудниками службы безопасности банков, сообщают, что с отчета банковской карты или с отчета мошенники пытаются списать денежные средства или производят санкционерное списание денежных средств. Чтобы обезопасить себя от таких случаев, во-первых, сотрудники службы безопасности банков не звонят гражданам и не интересуются их списанием по счетам, так как не являются в их обязанности. Во-вторых, чтобы обезопасить денежные средства на счетах, необходимо не сообщать банковские карты, номера банковских карт посторонним лицам, смс-сообщение с паролем, где большими буквами написано, что запрашивают только мошенники и никому не сообщать данные сообщения, пароли. Во-вторых, имеется вид мошенничества по авито, сайт авито. На выложенные гражданами объявления приходят смс-сообщения о том, что ваш товар куплен для получения денежных средств, необходимо пройти по ссылке. Пройдя по ссылке, выходит окно, где необходимо указать банковские номера и смс-пароли, которые приходят по смс. И в последующем при введении указанных действий с банковской картой совершается списание денежных средств. Так как каждый вид мошенничества индивидуален и имеет свой подход при сомнительных операциях убедительной просьбой обратиться в банк и обезопасить свои денежные страны, если при необходимости заблокировать банковские карты. 2 сентября в Башкортостане стартовал Всероссийский фестиваль-марафон «Песня России» Надежды Бабкиной. Благотворительный концертный тур с участием артистов театра «Русская песня» и других фольклорных коллективов и исполнителей из разных регионов России пройдет на 10 площадках нашей республики. 4 сентября на концерте под открытым небом смогли побывать и на улице, и гости района. «Пока есть опасность, надо беречься. Но я уверен, что сегодняшняя программа нам много чего подарит, подарит прекрасное общение, а главное силу и здоровье прибавит». Этого события горожане ждали с нетерпением. Были и те, кто до конца не поверил, что народная артистка России приедет в Янаул. Однако в назначенное время встреча со звездой состоялась. В концертной программе фестиваля вместе с Надеждой Бабкиной участие принимают коллективы и солисты Московского академического театра «Русская песня». «Костры горят далекие, но на плеке купается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается. А парень с милой девушкой на лавочке прощается. Гроза у парня ясные, как рука двигающие. Быть может, непрекрасные, но в общем подходящие. Быть может, непрекрасные, но в общем подходящие. Гостями праздника стали аккордеонисты Кирилл и Константин Бондаренко. Они многократные победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Их появление на сцене не оставило равнодушным ни одного зрителя. Кирилл и Константин Бондаренко Время праздника Играет фестивалей Время праздника Время праздником Время праздника Стали Гармонично в этот вечер в большую программу вписались и коллективы Янаульского района. Женский ансамбль «Рябиношка» исполнил народную песню «Сторонка русская». Песня «Рябиношка» Больше 30 лет на сцене радует зрителя губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» из Кемерово. Визитной карточкой ансамбля стали национальные танцы народности Сибири. Настоящим сюрпризом стал выход композитора, поэтессы, певицы Ирины Грибулиной. Она была не заявлена в программе. Как признается сама артистка, эта поездка для нее стала приятной неожиданностью. Подрастала я у мамы, добрый и хороший самый, заплетала косы на заре. И за мной зимой и летом женихи ходили следом, ну а я бы любилась в сентябре. Осенью, осенью, клены везде спросили, и туманы с горостью бьют речку стекут. Осенью, осенью, вас встречала косы, и теперь без косы я жизни не могу. Мы очень дружим с Надеждой Георгиевной Бабкиной с юности. И я всегда прихожу к ней на концерты, на спектакли, дружу с ее театром. И вот в этот раз наша Наденька пригласила меня поучаствовать в этом фестивале, для того, чтобы я могла написать для него гимн фестиваля «Песни России». Чтобы я изнутри посмотрела, как это все происходит. «Я так счастлива» – это такое мощное энергетическое действие, когда все национальности России, культуры разные соединяются на одной сцене. И как люди принимают, вы сами видите, и как мы счастливы. Все так друг без друга соскучились, и мы по зрителям, мы зрители по нам. Поэтому настроение прекрасное, зрители у вас прекрасные. Я надеюсь, что не в последний раз я буду путешествовать вместе с этим чудесным фестивалем. Креница. У славянских народов чистый источник воды, родник, колодец, живая вода. Государственный кубанский казачий ансамбль «Креница» – один из лучших профессиональных коллективов Краснодарского края. Песни из репертуара ансамбля поют по всей стране. Песни из репертуара ансамбль «Креница» Атмосферой магии и мистики наполнилась площадь при появлении якутской этноисполнительницы, заслуженной артистки республики Саха-Якутия Альбиной Дегтяревой. Она открыла новые возможности игры на хамусе и создала свой собственный неповторимый стиль. Атмосферой магии и мистики наполнился на фестивале «Марафоне» «Песни России» я езжу пятый раз вместе с ними. Мы объездили разные регионы России, Сибирь, Север и Центральные районы. В Башкортостане уже второй раз. В прошлом году тоже приезжали в Башкортостан с этим же проектом. И очень интересно, что народ везде очень ждет и радуется этому фестивалю. И везде, везде полные площади, очень много зрителей. И зрители всегда остаются очень довольными. И они дорожаются вот действительно такой позитивной энергией, энергией созидания. Фольклорный ансамбль «Мерима» основан 10 лет назад. Коллектив уже неоднократно становился призером международных конкурсов. Завоевал почетное звание народного ансамбля и поселился в сердцах тысячи слушателей. Завоевал почетное звание народного ансамбля и поселился в Сибирь, 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 Сибирь. Завоевал почетное звание народного ансамбля и поселился в Сибирь, 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 Сибирь. Завоевал почетное звание народного ансамбля и поселился в Сибирь, 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 Сибирь. Завоевал почетное звание народного ансамбля и поселился в Сибирь, 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 Сибирь. Бурными аплодисментами зрители встретили выступление башкирской этно-рок-группы «Аргабак». Восторженные и довольные зрители теплыми овациями встречали и провожали всех участников благотворительного фестиваля. Сама Надежда Бабкина осталась довольно теплым башкирским приемом. Я не побоялась, тем более пошло послабление, значительно уменьшаются процессы, люди осознают. И наш проект, он фиксируется в каждый год. И мы должны были куда-то поехать. Кто первый открылся? Первый открылся в Кострома, мы поехали туда. После Костромы буквально остается фестивалью четыре дня и звонит нам Амина. Она говорит, президент наш, глава республики подписал документ, мы готовы вас встретить. И вот за эти четыре-пять дней максимум они подготовили план. Я говорю, сделай так, чтобы мы поехали в отдаленные точки. Не обязательно быть в крупных городах. Давайте поедем там, где люди живут. Если они там живут, мы там нужны. Мы хотим их тоже поддержать. И нам составили план и сказали, что он будет непростым. Я говорю, я согласна. И мы катаемся, едем туда, где есть люди. Вот видите, здесь собрались и приехали еще соседние районы. Но это же прекрасно. И по-моему, все были в восторге. Меняется проект, потому что в каждом регионе мы добавляем местных своих артистов. Артисты бывают настолько разнообразные, разноплановые. Не обязательно показывать, демонстрировать национальный колорит. Это могут быть и современные взгляды, и современные артисты. И как они чувствуют свой край, как они чувствуют свою культуру. Они демонстрируют. И бывают совсем маленькие детки. А бывают семейные коллективы, где есть дети, взрослые, среднее поколение. Выходят бабушки, которым почти под 90. И они стоят на сцене. Это милейшие люди, которые видна преемственность. Семейное преемственность. По-разному происходит везде, но изменяется. Потому что есть некий костяк. И мы должны обязательно составить силами профессиональных коллективов вот эту мощь. Когда самодеятельность к нам приходит, иногда боязливо. Но что же мы будем тягаться с профессионалами? Я говорю, послушайте, у нас нет конкурсной основы, кто лучше, кто хуже. Мы не соревнуемся. Мы наоборот. Мы же все вышли из самоделки. По большому счету. Так давайте сделаем так, что вы, плетаясь в нас, а мы в вас, создадим... Ну такой, вот в данной ситуации в Башкортостане. Чего? Ну чак-чак. Сделаем вкусный, красивый, необыкновенный, с новыми ингредиентами. Чак-чак. Получился чак-чак? И получилось чак-чак. Еще какой мы оторваться не можем. Два с половиной часа песен и танцев пролетели на одном дыхании. Народ не спешил расходиться по домам. Волнуюсь как никогда. На этой сцене я уже... Сто раз. На первый раз, да. Но именно на вашей первый раз. Главное начать. Да. Конечно, песня всегда окрыляла нас на подвиги, на ратный труд. Конечно же, мы сегодня вместе с вами и пели, и танцевали, и радовались тому патриотизму нашей русской, нашей российской песни. Это здорово. И это, конечно, уникальность, подчеркивает уникальность вашего проекта. Наш Янаульский район, ну, не такой большой, наверное, по карте России. Наш Янаул всего с населением город, сам. 25 тысяч населения. Но он заслуживает уважения. Он уютный, чистый, красивый. Весь наш район такой. И люди наши безумно благодарны вам за то, что вот маленький уголок России. Вы посетили нас и обрадовались. Я вижу, что я высказал искреннее мнение всех Янаульцев и гостей нашего города. Конечно. И низкий поклон вам. На пути следования марафона еще четыре точки Башкирии. Кроме того, 11 сентября состоится выступление Народной артистки России в Уфе в рамках международного фестиваля «Сердце Евразии». И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. 9 сентября ожидается ясная погода без осадков. Ветер южный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 20, плюс 22 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер южный ночью 1,6 метра в секунду, днем 8,13 метра в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26 градусов. 8 сентября. День воинской славы России. В этот день, в 1812 году, русская армия под командованием Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Участь великой армии Наполеона после этого сражения была предрешена.